всем привет дорогие друзья сегодня хочу рассказать нашу технологию черенкования как мы вообще черенкуем вот у нас имеются такие инкубаторы сейчас позже все расскажу и просто хочу в этом видео рассказать потому что вчера задавали вопрос не задавали вопрос а говорили что черенки гниют немножко хочу рассказать как мы черенку им вообще мы черенку им всякие породы деревьев декоративных плодово-ягодных культур ну и также все цветы в общем хочу такое сделать небольшое видео не знаю насколько затянется но хочу все объяснить всю нашу технологию ну и начну конечно земельки землю мы делаем вот укореняем хвойники кстати вот хвойнички кругом всякие разные ну немножко потерпите все обязательно расскажу когда нарастет корневая система также и по цветочкам а сегодня просто хочу сказать рассказать нашу систему укоренения ну и показать как работает инкубатор их в общем давайте по порядку объясню так начнем земли обратно вернемся в общем землю мы готовим 50 процентов фермикулита и 50 процентов нашей плодородной земли которую мы готовим ссылочку оставлю на плодородный грунт и можно в принципе любой состав торфа смеси делать но самое главное чтобы он был влагой водопроницаемый воздухопроницаемый в общем дышащая в общем земля должна быть если будет плотная земля то будет и укоренение плохое ну еще хочу сказать не прививайте ваши черенки потому что это все скажется на них у вас начнется и гниение в общем и все болячки и все пойдет в общем вся пляска начнется болезненно и вот тут мы у нас корневинчик сейчас расскажу как мы вообще пользуемся корневинчиком еще хочу сказать такой момент вот мы делаем такой состав для себя чтобы наши черенки до весны простояли в этой земле то есть до весны они будут стоять потом будут только переваливаться также культуру выбираем которые маленькие цветочки в кассеты черенкуем позже покажу что у нас в кассетах и большие которые вот уже хвойники всякие разные черенкуем сразу черенкуем в общем большие стаканы ну и скажу по подкормке или как это называть в общем чтобы заработала корневая система она отлично этого никто не показывает как у вообще укореняет там показывают чем чё пролить но я скажу так вот мы макаем в корневинчик и то есть стебелька стебелек макаем пяточку вставляем в общем в этот уплотняем то есть и вставляем не меньше полтора сантиметра любое там хвойное не зависит от дерева вообще это все рассказываю все растения мы черенкуем в такой земле и вообще вот так все но у каждого растения есть свои нюансы обязательно надо будет для вас снимать видео также как и по хвойникам также по цветам там есть у каждого растения свои нюансы свои мелочи чтобы укоренить например любое хвойное дерево надо за него вам просто рассказать чтобы она укоренилась больше процентов чтоб укоренение было в общем все тонкости постараюсь что мы черенковать будем постараюсь рассказать ну а сейчас продолжим все не могу начать как мог это укореняем в общем ставили череночек по пяточкам тоже потом все это все буду показывать извините сейчас пока корневая система у нас не нарастет начали с 1 ноября все черенковать показывать пока ничего не буду будет укореняться буду показывать результат 10 процентов приживется это хорошо 90 еще лучше в общем вот берем корневин это продолжим и втыкаем пяточку замочили втыкаем никакой стволик не промазываем самое главное пяточку втыкаем в этот земельку стаканы мы пролили заранее за сутки например увлажнили ни в коем случае не заливаем и потом уже вставили растения и проливаем буквально чуть-чуть чтобы уплотнилась вот у нас бутылочка вот такая есть буквально вот столько буквально вот столько поливаем чтобы земелька просто уплотнила стволик и как бы попала на весь ствол вот эта влага полностью стакана желательно не заливать еще раз повторюсь будет гниение даже цветка или там хвойника и в общем поливаем и можно любым фосфорным удобрением с повышенным содержанием фосфора также этой монофосфат калий но мы проливаем своим придуманным укоренителем ссылочку на укоренителя ставлю то есть там у нас идет банафорта состав мы и мешаем монофосфат калием и там банафорте просто находятся такие микроэлементы полезные то есть там янтарная кислота присутствует в общем и витамины все в том видео все увидите и в общем первые годы мы проливали 50 процентов пролили ну состав был потом через 10 дней еще раз 50 процентов ну не по полной то есть разбавляемый укоренитель а в этом году начали укоренять по полной в общем поливаем 20 грамм на 10 литров воды мы монофосфат калий мешаем и 10-20 грамм также у нас получается банафорта в общем вот таким крепким составом несмотря на укоренитель ой на корневин мы еще проливаем капитально укоренителем то есть еще такой момент скажу цветы покажут корневую систему через две недели при таком укоренении но кусты и хвойные это минимум как месяц также как и гортензии в общем он такой это еще скажу фишку и то есть проливаем и по полной чтобы застимулировать капитально сразу корневую систему ну вроде бы все объяснил понятно и через 10 дней посмотрим может быть еще по полной прольем в общем этого нигде этого не видел чтобы так проливали капитально ну я думаю очень отлично получится укоренение для того и не показывают эти вещи ну и вот так вот держите обязательно умеренной влажность ну мы как бы научились это поливать вот даже бегонию вчера черенковали даже у нас вот земля не сильно прям мокрая то и на то есть у нас черенок не гниет вот они все цветочки стоят живенькие и пеларгонию вообще вот пеларгония у нас зональная пеларгонию вообще нельзя это заливать сразу же будет черная ножка проверено на нашем опыте то есть земля должна полувлажная полу сухая ну такая влажненькая слегка в общем первый раз получится на второй раз уже поймете ну и вот так мы черенкуем тут вот бегу немного и сейчас хочу сказать про микроклимат кто-то накрывает пленками кто-то как-то по-другому умудряется сделать микроклимат у кого-то мини теплички ну могут своими мини теплички называем инкубаторами вот у нас вот такие инкубаторы сделаны ссылочку на инкубатор оставлю я прям показывал как я их там собирая как они работают но не показывал как они держат у нас температуру вот у нас получается тут 15 градусов еще раз покажу 15 градусов но в инкубаторах у нас 24 то есть 8 10 сантиметров 8 10 градусов у нас повышается температура в этих инкубаторах когда они закрыты ну а сейчас они проветриваются вот так стоят полуоткрытые и сейчас покажу какая у нас влажность вот так они у нас на половинку открываются и вот тут тоже у нас розы все обязательно покажу как чего укоренилась тут вот гортензия обратите внимание вот смотрите какая влажность тут у нас капельки видно не видно вот они стекают то есть тут у нас очень отличный микроклимат никаких пленок ничего не надо уже проверено работаем в общем все на нашем опыте все проверим их и вот эти полки у нас от фонари вот от нижних от светильников нагревается и все тепло идут на поддоны то есть у кори укоренение почти на сто процентов ну мы это конечно же проверим и конечно же я вам это покажу ну все кому понравилось видео оставайтесь с нами всем пока до новых встреч а